друзья всем привет меня зовут аня и я рада видеть вас на своем канале о вязании надеюсь что мы еще с вами встречаемся на ю тубе они на какой-либо другой платформе но если и на другой то в любом случае добро пожаловать я тут вступила в совместник точнее даже в 2 совместника по вязанию носков организует совместники эти моя дорогая моему сердцу даша джайя ru нее ник в инстаграме я вам не один раз уже про нее рассказывала у нее такой ник в инстаграме и такой у нее сайт и примерно по моему также можно найти и в телеграме в общем то она придумала точнее как ну да получается придумала вот эту модель и еще второй совместник у нее по вязанию helix сейчас я покажу свою модель но перед этим я хочу показать вам оригинальные носочки которые вот как раз у даши это ее она сама вязала как они у меня оказались даже не спрашивайте хотя знаете я сама хочу рассказать дальше связала эти носочки и подарила мои коллеги оле и хауля что обмолвилась об этом и я у нее попросила для видео показать вам какие классные вообще носки начать здесь использована пряжа двух цветов основной и дополнительные дополнительно здесь эта секционка у меня сегодня проблемы с фокусом так значит здесь она такая темно-синяя с синим чуть-чуть посветлее очень классные носочки единственное здесь немножечко другая пятка и не такая как у даши в совместнике как она описывает но в общем идея сама очень классно ведь здесь сторона изнаночная здесь по 2 ряды сочетается то есть не совсем helix точнее совсем не helix но тоже полосатые тоже для извязывания остатков очень классная идея значит я для своих носочков ну честно говоря долго думала выбрала вот эти два цвета это желтый вот такой вот это регия премиум пряжа которая шелком очень классно мне понравилось я из нее уже вязал то есть это у меня остаточек и по-моему есть это пряжа на пряжа с у если да то я вам ссылочку взять на оставлю у меня сейчас промокоды 30 июня на 5 процентов скидки можете вот воспользоваться регия как раз в списке брендов на которые скидка распространяется вторая пряжа это то что я когда открасила сама вот такая мне очень нравится на меня для меня это цвета закатные вот именно такого закат яркий красивый разноцветный в летний период время на самом деле в остальные сезон тоже у нас просто потрясающие закаты и вот что у меня получается мне невероятно нравится вот вот сторона где изнанка это подошва получается вот так вот ощущение что носок очень-очень узенький но на самом деле это просто из-за того что подкручивается вот с этой стороны очень сильно видите вот так что нет размер нормальный пяточка у меня желтенькая и резинка тоже будет желтая я кстати купила хая хая 225 очень довольна именно на них сейчас вяжу леска здесь если не ошибаюсь 80 сантиметров я очень люблю лески хая хотя знаю что очень многие как раз наоборот их недолюбливают дорабатываю последние сейчас наверно на работе у меня тут хорошая компания дальше я вот буквально получается для вас в прошлом включения для меня уже несколько дней прошло показывала вам что я по я так показывала твои носки которые дали дарила воли да и я вот как раз связала вижу сейчас такие у даши в совместнике вот но и оксана я про тебя говорила по моему в прошлом но про них я постоянно говорю да вы не первый раз наверное видите я хочу вам показать просто что они вяжут сейчас ну просто разбавить вы наверно в этом влоге особо ничего нового от меня не видите по моим проектом а вот по девчонкам можно сейчас покажем я просто не поняла куда ты снимаешь просто у меня без разницы куда просто спросила а без разницы куда мы все равно спросим спросить ради вопроса нет ну хорошо что на ютубе я вижу носочки давай в рамках совместника своего же да у своего же который очень хороший ну не знаю со стороны виднее просто я решила что раз совместник то мне что же а давай поговорим про совместник почему-то решила его организовать он у тебя в телеграме он мне в телеграме да там сразу два по нас билоги лекс да и по вот таким носкам полосатым с одной стороны они очень лицевой гладью с другой стороны они изнаночной гладью полосочки 2 на 2 и в чем фишка да что от маска да 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 я показываю как от маска я не знала на самом деле что helix в основном вяжут от манжет вот я мне кажется носки helix он так никогда не взял а ты как как вязала всегда всегда которая статья на сайте такой же принцип и есть вот почему нравится взять от маска потому что ты но меньше шансов во первых что тебе не хватит пряжи ты не сможешь как-то в маневрировать а вот и во вторых ты можешь сначала хотеть короткие носки потом более высокие и тут проще то есть как бы сама нога у тебя никак не поменяется желание по высоте поменяться может ну и плюс если helix использовать как утилизацию остатка вверх можно остаток да а покажи образец свой вот которую делать образец это уже даже просто вяжет свитер свитер это джемпер у тебя и она вяжет по такому же принципу как носки то есть меняет два ряда да у меня дальше у тебя нет своего канала извини я буду тебя использовать как контент-мейкера будет перед лицевой гладью а спинка изнаночной гладью такая задумка очень красиво и шоу что мне вот так это будет тоже такими же полосками 2 на 2 ряда супер так совместник да почему его решила сделать потому что ну хотелось и самой отвлечься от всего происходящего и как бы людей отвлечь немножечко и это действительно помогает потому что я там снимаю видео что-то объясняю отвечая на вопрос ну и вообще вместе что-то делать у тебя там очень много больше более 200 кому надо в каждом да да к 300 уже подбираются люди приходят вот вяжут пока фотки показывают не очень много людей но я надеюсь что они сейчас пока подбирают пряжу и все-таки побольше человек именно свяжет ну и вот я со всеми совместник же я со всеми тоже начала очередные носки которых мне кажется уже хватит это видео снимаешь лишь вот эти носками ли они у тебя уже были готовы видео нет прям вот поезжую снимаю да ты получается учитываешь при съемках вопросы которые уже были заданы ну да естественно показываю прямо узлы но это удобно зато ты сразу корректируешь думаешь а вот этот я не сказала да можно да 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 такое может быть но единственно что я сразу два совместника поэтому я сразу две пары носков вижу и получается когда я бы все быстрее сделала если бы не то ну те я уже helix связала сегодня стирала уже на скоро пока же готовы а это уже со второго полосатые тоже скоро движут не классные мне очень нравится эти полосатики прям хотя я сначала думала что это тоже helix я только сегодня поняла что это не нет это вот именно полоски 2 на 2 ряда на даши еще обалденный кардиган просто такого цвета к сожалению не особо передается он чуть чуть потемнее более такой как будто как малиновый что ли да темно-красный да очень красиво смотрите какой здесь узорчик на двоечке я его вязала всю зиму то есть я начала отвязала плечевой пояс очень устала на двоечке все это делать очень нравится и потом всю зиму я его потихонечку уже по прямой ковыряла она двойная у тебя да конечно дальше кашельная обработка это прям всегда песня и пуговица как хорошо подходит пуговицы ну тяжеловатый наверное такая пряжа она это лен шелк кашемер она такая конечно она очень драпирующая да 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 у меня есть из нее футболка у планку я у коротыми вот мы сейчас оксаны обсуждали формировал дать не стянут не стягивала да она считает пол поле потому что она пола резинка связана потому что ажур правильно потому что пола резинкой то есть она один ряд она немножко как как две два ряда лицевыми потому что ты снимаешь петельки у тебя как бы петля да 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 ну раз уж ты заговорила точно покажи шапку она классная и не видела на самом деле то что макс она вяжет вы увидите по сути у нее видео ну давай я смотрю на оксаны не смотрю совсем на то что получается я вижу снуд на самом деле вот это снова шапка смотрит у тебя на канале шапка кстати классная не знаю очень обычно очень необычная и увидела мельком пока разговаривала с клиентом на телефону но она классная и потом посмотрю еще идет хорошо как раз сегодня доснимала влог где про эту шапку рассказывала но она там еще не готова я помню ты сомневалась в по поводу меланжа да это я сам сейчас я очень нравится обалденный да я причем знаешь я смотрю ты там горишь вот я буду наверное смешивать с этим с этим а потом в другом кадре ты показываешь что у тебя получилось образец показываешь я такая вау какое сочетание ты мне что-то не очень нравится это сочетание несколько человек написали посмотрели на образец сказали как 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 классно ты придумала я говорю мне не нравится да 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 сейчас мне уже тоже нравится мне кажется напоминает сочетание знаешь чего-то такого как маршмеллоу мороженое какое-то да 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 что то такое очень нежно это ты маме даже да это вот кэшуал мериносик а это бабли мне город смирену уже она такая пушистая после того как перемотаешь и да она очень она она такая спокойно по пушистости но все равно по девочке хорошо когда вы приходите конечно разбавляете рабочий день нам тоже нравится нравится хорошо приходите почаще хотя я думаю мои сейчас коллеги не очень рады что вы пришли ну каком тебя от работы да ладно ты так работаешь нормально 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 хорошо спасибо до вместо места часа с вами проведенного я сейчас попробую записать видео вроде голос идет я охрипла поэтому на прошлой неделе влога не было точнее ну да хрипла в общем не было голоса я шептала коллеги на работе немножечко надо мной смеялись говорили что я как в общем лорд волан-де-морт разговаривала но давайте не об этом если я буду кашлять я естественно будут все вырезать показывала в своей группе вконтакте куда вас кстати приглашаю что я вязала образец вот этот а вязала я его на прошлых выходных получается суббота воскресенье и я была вообще в невероятном восторге от этой пряжи это смесовка называется она селика и у нее составе селика 55 шелк 35 лен 10 кашемир значит я вообще в восторге была значит вязала в 3 ниточки нить 550 метров на 100 грамм вязала в 3 нити у меня было ощущение что я вижу в общем я смеялась в телеграме и вконтакте в этом насчет этого как будто вижу волос ангелочка реально было такое ощущение шелковистое вообще прям очень приятная нить в работе и до выходных я видела что приехала пряжа я думала что именно эта пряжа будет вот в ту хэнс новинках но когда я вышла с выходных то я немножечко так растерялась потому что пряжа тактильно другая чуть-чуть то есть у нее очень похожий состав я не подготовилась взяла бобина сейчас значит называется она маргарита здесь 50 шелк 35 лен 15 кашемир то есть чуть меньше шелка больше кашемира и она я даже не знаю как вам описать она в бобине даже немножечко другая и она имеет более длинный более длинно волокнистый ли он то есть видите вот прям видны вот эти но не волоски до волокна льна длинные и полотно вы знаете как будто не такое шелковистое как будто она чуть более шершавое мне кажется и мы с коллегами это так немножко обсудили что может быть здесь разные виды шелка вот я вязала вот этот образец как я уже сказал в тринити и вот этот образец это из новой пряжи я вязала тоже в тринити по вязанию совсем другие ощущения вообще другие хотя знаете еще что скажу в тринити мне вот это пряжа не очень нравится но мои коллеги еще вязали в 2 тот образец уже показала и в одну и и вот в 2 и в одну вот это пряжа новая она вообще классная вот и почему-то в 3 я ее уже не вижу этот образец который я связала мне он не могу сказать что очень это конечно имеет место но тем не менее мне кажется что он в 2 и в одну ниточку она как-то более выигрышно что ли смотрится вот хотя вот тоже да какие-то мелкие косые ажуры это все вообще супер на ней смотрится кстати как и на вот этой тоже видите здесь но правда здесь больше переплетений но журчик тоже есть вот это я хочу вязать кардиган да я же не сказала значит образец вязала как раз для кардигана видите она такая очень пластичная пряжа самом деле после стирки я сейчас ее взяла она разъехалась была на более такая скукоженная разъехалась и вот после стирки знаете вот как лен вы его постирали он высох он такой дубовый я чуть-чуть даже немножечко расстроилась вот но его вот так вот я подергала помяла по взбивала и она стала общепластичным таким очень классная мне совершенно не кольца причем не та не другая пряжа несмотря на то что здесь более длинные волоски на вот кстати это очень видно на верхней части бобины но пряжа очень интересно вообще я конечно под впечатлением честно говоря и мне нравится в ней раз вот яркие цвета вот эта полочка с ней как раз вот это вот вот здесь вот зелененький такой красивый он почему-то таким но не изумрудного цвета морской волны кажется вот это это вот этот потом это фуксия это вот это на самом деле вот этот кофе вот этот кофе с молоком тоже очень красивый цвет все палитра супер прям рекомендую я когда-то вязала носки из носочной пряжи с добавлением ахера я вязала и себе с мужем что-то на слове муж у меня голос немножечко меня покинул и вязала коллеги на работе на работе девочки там была одна и та же основа но с разными махерами мне и мужу с черным махером а девчонки на работе с красным получилась вообще супер офигенные носки и коллега их очень любит оказывается носит их дома у нее дома холодно а вот и тут то пришла новая носочка и общем то мне что понравились так цвета некоторые крыну может быть кому-то надо а вот и она говорит да мне вот бы еще с махером в общем выбрали вот такую носочку по цвету и хотели мохер вы подумали вот как бы мне по мне очень нравится этот мохер он такой лимонный красивый а это такой розовый бабл гам какой-то барби прям такой цвет это все мохер на полиамиде индиана 70 супер кит мохер 25 полиамид 5 шерсть этот свет лайм этот свет бабл получается вот и она не могла выбрать горит ну ты свежим образец я посмотрю я общем связала образец на машинке и он на машинке короче когда вяжешь если из двух разных нитей которые не смотрят изначально чаще все будет так что одна из нити будет уходить постоянно на изнанку здесь так и получилось и на изнанке лучше видно как мохер дружит вот с этой носочкой потому что например на лицевой стороне но там все равно есть оттенок но он не такой явный вот как на изнанке на изнанке прям видны вот эти вот ниточки мохера что розового что желтого в общем выбрала она розовый я еще не начала вязать но начну наверное ближайшие недели моточек я уже вам не покажу потому что он у меня дома она будет что-то интересное что касается носочки да это пряжа новая там разные расцветки это не все которые есть мне больше всего вот это наверное нравится как раз я честно говоря не помню как она называется точнее не помню а не знаю вот это еще симпатичная такая более более менее спокойная вот это мне кажется отлично для мужских носков подойдет короче классная носочка кстати вот еще про носочку если у меня коллега вяжет носки вот так это не выкладывается полосочками интересно здесь несколько оттенков в одном и вот всегда очень интересно как выглядит пряжа ну побини либо вот маточки как она потом выкладывается в полотно тут еще обратила внимание девочки связали образец резинкой смотрите тоже как по-разному смотрится в лицевой глади и в резинке резинка лицевая гладь здесь тоже в резинке кстати прикольно здесь один на один она такая упругая прям так ладно я не эти носки хотела показать а вот эти это у даши сейчас два совместника это совместник который нит перл или перл нит нит перл по моему значит здесь части лицевой гладью часть изнаночной гладью да я все-таки рассказывала я помню я рассказывала про пряжу вот эта пряжа она у меня получается идет основная то есть она идет на мысок пятку и вот здесь вот в пагалинке резинка точнее манжета на меня остается совсем чуть-чуть я конечно докупать не буду но если мне не хватит я не знаю что я буду делать вот потому что здесь я только начала делать прибавки то есть я нахожусь вот примерно здесь на втором носочки и меня терзают смутное сомнение что мне может не хватить хотя я очень надеюсь что все будет хорошо вот этого цвета у меня еще много я думаю что его еще хватит нам другие носки и я вчера в ночи уже снова обратилась к информации в совместники только уже в другом второй совместник это по хеликсу почитала как хеликс вязать тоже все очень понятно у даши буду вязать хеликс следующей парой ну может быть параллельно буду вязать вот как раз те которые с махером из новой носочной пряжи так вот я обзавелась огромным количеством разных остатков взяла их с разрешением естественно коллег с работы там бывают остаточки и которые ну например слетают смоталки или нить рвется да и все это остается у нас там буквально по 10 20 30 там грамм иногда вот плюс еще когда была аркабалена у нее были такие если когда-то вязали из нее у нее были огромные секции таких цветов но я не могу назвать это не непрекрас это были просто короче светлые бывало светло-зеленые либо молочные с крапушками без просто такие длинные секции они бывали прям целой нитью а бывало что они привязаны были но в общем такая нить приходила и мы уже начали это все тоже снимать и вот эти непрокрасы оставлять и вот в частности у меня таки непрокрасы как раз есть и они очень хорошо пойдут на красот манжеты на мыски и пятки и например берем берем еще два цвета и вот двумя другими цветами вяжем основное полотно в носке общем такая идея у меня есть но не моя конечно это идея старая как мир но в общем как вариант вот такие у у меня новости вроде как особо не закашлялась значит иду на поправку и так новость этого дня у меня закончилась пряжа вот эта желтая к сожалению все таки на носочек 2 не хватило я это уже подняла примерно вот в этом месте но решил все таки довязать потому что у меня созрело два варианта вариант номер один я распускаю полностью вот эту резинку дальше довязываю еще несколько вот таких наверное две вот таких полосочки и резинку вяжу вот этим цветом либо ну и соответственно здесь точно также либо второй вариант я распускаю вот где-то вот то этого момента носочек дальше продолжаю вязать точные перевяжу резиночку сделаю покороче и остатки пущу на соответственно здесь на резиночку не знаю сейчас подумаю как лучше сделать потому что честно говоря первый вариант где вот этим цветом будет резинка мне не очень нравится потому что таким образом мне кажется будут просто смотреться в общем они не незавершенными носочки так пусть будет здесь короче резиночка ноткать это вот так то но тем не менее хотя бы носочек будет вот как надо да вот очень жаль на самом деле я расстроилась естественно но ничего криминального конечно буду довязывать вот буквально наверное сегодня и движу и потом начну вязать скорее всего вот из этого моточка я вам его кстати в этом влоге не показывала просто рассказывала о самой пряжи показывала образец носочной пряжи без мохера и вот с мохерчиком желтым розовым вот это вот как раз вы видите конечно я прям капитан очевидность с розовым мохером и мне надо будет связать носочки буду вязать скорее всего на спицах 275 как вот в прошлый раз связала и кстати очень быстро вяжутся такие носки потому что вот как раз спицы довольно толстенькие для носочков ну с горем пополам я закончила эти носки мне пришлось значит уменьшить не помню какой из них был первый мне пришлось уменьшить на один ряд вот такой вот точнее не ряд а полоску желтую и уменьшить очень сильно саму резинку у меня здесь в резинке 8 с половиной рядов именно только на такое количество рядов резинки у меня хватило ниточки чтобы еще и осталось на закрытие вот потому что на 9 уже не хватало в общем несколько раз распускала и в итоге что получилось то получилось конечно немножечко вкусоватая резинка я все-таки люблю когда она хотя бы рядов 15 но в общем то ничего страшного зато все остатки вот этого желтого цвета полностью ушли в эти носочки не осталось вообще ни грамма что конечно не может меня не радовать мне прямо пришлось даже использовать вот одну из нитей которые здесь у меня оставались на мыске после наборного края было здесь была большая ниточка я ее в какой же носок на этот да вот здесь вот у меня видите 1 узелок где-то еще вот два узелок буквально здесь хотела на несколько рядов этой ниточки но вход пошла вся нить полностью вот так которая украшена но еще осталось наверное на одни носочки но там они она это нить тоже будет дополнительная потому что на вот эту основную нужно конечно нить и больше а вот это она я уже говорила да что это премиум реки премиум силк какая-то там милина силк или что или как она там силк называется вот пряжа очень классная мне сейчас тоже вязать из нее было довольно приятно что касается других носочков я начала вот вязать из пряжи вот этой с мохером но я ее покажу вам завтра лучше при естественном освещении потому что сейчас при искусственном она конечно по всей красе не видна и вот эти вот носочки тоже я постираю с ним общегося маркера постираю и тоже наверное покажу завтра и думаю что за целую ночь все-таки успеют они высохнуть и как раз тоже при естественном освещении покажу потому что этот переход света хотя он при искусственном тоже в принципе хорошо виден но при естественном всегда краски как-то более выигрышно на видео и фото видны так сегодня воскресенье уже последний кусочек записываю вам влога как раз сейчас смонтирую опять по быстренькому и выпущу здесь в носочки уже поскольку я вижу не на машинке как был связан тот образец который он показывала вот на работе до было было включением и здесь уже гораздо лучше видно вот это ниточка мохера розового она вот здесь вот на лицевую и на изнаночную сторону примерно одинаково выходит я мотала это все естественно вручную вот моточек и у меня такие очень очень сильные провисы мне это приходится немножечко в полотно как бы но не то что наматывать я общем беру вот например провис то где-то я беру его вот так вот одной рукой конечно сложно я его вот так вот немножечко наматываю на нить носочки и в принципе здесь все нормально красиво получается они очень пушистые естественно благодаря мохеру и вязать честно говоря одно удовольствие здесь 48 петель соответственно вязание идет довольно быстро спицы 275 и я буду вязать по мастер-классу по описанию или инструкции не знаю как ее назвать маши шпаковой я люблю это описание постоянно про него вам рассказываю и периодически вижу как раз по нему потому что самое простое самое элементарное там все описано как вязать и пяточку и в общем то все начиная с мыска но самое главное для меня пяточка поэтому я на этом делаю акцент причем пяточка там довольно глубокой и это обеспечивает очень хорошую посадку общем проверенная 10 тысяч раз уже ну не 10 тысяч но по крайней мере мне кажется пар 12 я уже связала по этому описанию но проверено и в общем то очень очень мне нравится вот на этом это все заканчиваю на такой нежный пряжа нежной ноте и вот такой вот полосатый этот влог спасибо большое за просмотр и мы с вами обязательно увидимся в следующих видео и я еще приглашаю вас подписаться на мой мою группу в контакте и конечно же на мой телеграм там тоже будем встречаться с вами пока